Как наше питание влияет на изменение климата и одновременно становится ее жертвой? Какие существуют методы для развития устойчивой продовольственной системы? Что такое международное движение Slow Food? И почему необходимо поддерживать отечественного производителя? Смотрите об этом подробнее в сегодняшнем выпуске. Взаимосвязь между климатом и продовольствием весьма тесная, поскольку производство продуктов питания является одной из основных причин и жертв изменения климата. Сегодня сельскохозяйственное производство перешло на промышленные масштабы, где широко используются нефтепродукты, как пестициды и топливо для сельхозтехники. Необдуманно растрачиваются природные ресурсы, распространяются ограниченные виды растений и мясных продуктов. Впоследствии современной модели агропромышленности загрязняются воздух и грунтовые воды, происходит деградация земель, утрачивается биоразнообразие. Все это ставит под угрозу мелких производителей, которые снабжают 70% потребляемого продовольствия на планете. Проблема изменения климата напрямую связана с нашим ежедневным рационом. И, конечно, может быть, это звучать странно для каждого казахстанца, но выбирая любой продукт на прилавках, магазинах, он делает выбор в пользу экологии или, наоборот, не в пользу ее. То есть, покупая ту или иную продукцию у, может быть, низкого качества, покупая продукты, которые имеют больше химической составляющей, мы наносим вред окружающей среде. Тем самым мы поддерживаем ту тенденцию, что сейчас очень много производится именно продуктов питания, содержащих химические какие-то вещества, заменители и так далее. Но не говоря уже о том, что проблема изменения климата, она влияет на здоровье людей, и она влияет через питание. Продвижением устойчивого сельского хозяйства занимается международное движение «Слоуфуд», возникшее в Италии в 1989 году. Организация противостоит системе быстрого питания и призывает мировую общественность пересмотреть всю агропродовольственную систему. Для разрешения проблемы организация предлагает развивать агроэкологию, приобщать граждан к выбору местных продуктов, тщательно читать этикетки, избегать обработанной пищи и выбирать товар в безопасных для окружающей среды упаковках. Сегодня движение объединяет свыше 100 тысяч единомышленников из 150 стран. Движение старается обеспечить людей вкусной, чистой и честной едой. Философия «Слоуфуд» активно развивается и в Казахстане на протяжении 13 лет. Когда я прочитал их основные тезисы, основные их пожелания, основные их мотивы действий, понял, что это созвучно как бы моим идеям, моим целям. И постепенно начали формировать вокруг себя круг сторонников, которые также разделяют эти идеи «Слоуфуд». Вот, и с этого началось потихонечку. Конечно, было очень интересно, когда первый раз уже в 2004 году нас пригласили в Италию на форум «Слоуфуд». Мы, в общем, были в шоке от такого буйства каких-то идей, буйства каких-то новоинноваций, каких-то интересных моментов. И очень нас заинтересовало, что и многие страны подключаются. Это и Африка, и Латинская Америка, и Индия, и Китай. И, в общем, все-все-все страны, многие страны. Идеология «Слоуфуд» распространяется благодаря локальным отделениям – «Конвивиума», где приверженцы идеи собираются в различных мероприятиях от дегустации натурпродуктов, завершая образовательными курсами по воспитанию вкуса. Большой вклад в развитие глобального движения вносит Аида Баймакова. Работая радиожурналистом, она вещала о важности выбора местного продукта. Сегодня Аиде присвоено введение почетной миссии – международного советника «Слоуфуд» по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа. Так она знакомится с особенностями регионов и возможностях развития отечественного продовольствия. В 2013 году, к концу года, мы начали уже работать на создание молодежности «Слоуфуд». За это время мы организовали ряд мероприятий, в том числе в нескольких городах Казахстана. В основном мы делали это в Акмолинской области и столице, Астане. И объединяли молодежь, делали для студентов мероприятия. Одно из них – это диско-баурсак, такое мероприятие, где мы старались, наверное, обратить внимание горожан к качеству продукции и напомнить им о том, как же все-таки должен, как, во-первых, он должен выглядеть и каким должен быть на вкус настоящий хаймак, каким должен быть на вкус настоящее масло. Аиде Баймаковой вопросы агросектора знакомы не понаслышке, ведь она выросла в фермерской семье. Ее родители ведут животноводческое хозяйство уже более 20 лет. Мама Аиды также руководит сельским женским кооперативом, где занимается защитой прав фермеров и распространением идеи производства без ГМО. «Слоуфуд» объединяет мелкие фермерские хозяйства, которые именно сохраняют национальные традиции каждой страны. Если говорить о нашем, то Казахстан, мы должны свои традиции сохранять. И, наверное, мелкие фермеры, которые не применяют в своем производстве ГМО, всяких растителей, нитраты. Вот в этом направлении мне нравится «Слоуфуд», потому что мое фермерское хозяйство в этом направлении и работает. Применение философии «Слоуфуд» на практике демонстрирует фермер Юрий Сураев. Он продолжает семейное дело – выращивание зерновых культур и животноводство. Изменение климатических условий особенно ощутимо фермеру, поскольку в этом году значительно снизился урожай зерна. Получать доход помогает разведение КРС. При этом отечественный производитель не применяет ГМО для увеличения массы тела животных. Нам уже давно предлагали, например, приехать, сделать укол к вашему поголовью скота, которые будут в два раза быстрее расти. Судя на то население, которое живет в городе, они этого не знают. И вот мы на тот момент отказались от этой ситуации. Мы как-то к экологически чистому продукту больше. По некоторым данным, ежегодно исчезает 27 тысяч видов растений и животных, а вместе с ними традиционные знания об их применении. Это биоразнообразие необходимо сохранять благодаря осведомленности о ней. В рамках Slow Food действует программа «Ковчег вкуса». Это электронный каталог, куда вносят исчезающие продукты питания со всего мира. Казахстан не исключение. Одним из примеров является гордость страны – яблоки Апорт, сады которых практически исчезают в Алматы. Мы сейчас находимся в одном из столичных супермаркетов. И здесь можно видеть большой выбор яблок. Но можно констатировать, что на самом деле только три сорта яблок являются казахстанскими. Это «Золотой превосход», это «Лимонка» и «Семиренка». И, к сожалению, опор здесь не представлен. Ну и почему я бы рекомендовала казахстанцам в праздничные дни и в последующем покупать именно казахстанские, причем сезонные яблоки? Потому что, к сожалению, для экспорта продукции зарубежные импортеры используют различные методы химического воздействия на фрукт, которые позволяют ему долго удерживать форму, быть достаточно гладким, красивым. Их еще называют парафиновые яблоки, потому что их покрывают специальным слоем парафина, чтобы они держали долго блеск и содержали форму. И эти яблоки, наверное, даже не то, что человеку нельзя есть, их вредить или не едят. Близится праздник Новый год, который каждая семья стремится встретить с богатым застольем. Следует выбирать качественную еду, произведенной в гармонии с природой, избегать чрезмерной покупки продуктов, чтобы не переводить их в отходы. Ведь одна третья часть мировых отходов относится к пищевым. Тем временем около одного миллиарда населения продолжает голодать. Одной из последних резолюций Slow Food – это была резолюция против пластика. То есть человек должен относиться, на мой взгляд, ответственно к своему выбору. И тем самым он может как-то повлиять и на экологию. И многие об этом не знают, но выбирая продукт молочный, тот же самый, в бумажной упаковке, он будет по вкусовым и по полезным качествам гораздо лучше. И в том числе это и ваш вклад в то, чтобы сохранить деревья, планеты и, наверное, сохранить кислород для будущих поколений. Выбор в пользу местной продукции – большой политический акт. Во-первых, это подразумевает почтение к природе и сохранность биоразнообразия. Во-вторых, поддержку местного сельского хозяйства и труда фермеров. В-третьих, повышение экономики страны и сохранность культурных ценностей. Оставайтесь в курсе актуальных новостей зеленой экономики и смотрите нас через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова